МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этой части программы мы принимаем звонки от слушателей, зачитываем вопросы, которые пришли в редакцию и в соцсети нашей радиостанции, и продолжаем разговор по тем темам, которые мы заранее запланировали. У нас есть вопрос, который прислали наши коллеги из первоисточника. Два года назад, говорят они, вы часто, Игорь Владимирович, приводили в пример вашу маму, которая по запросу Кира в поисковиках постоянно натыкалась на криминальные новости. Сейчас таких новостей стало меньше, мама не так беспокоится? Вы знаете, наверное, к сожалению, такие новости все еще присутствуют, но, на мой взгляд, все-таки стало больше положительных новостей и о строящихся дорогах, о введенном стройпутепроводе, о ремонтах больниц. И вот одна из таких положительных новостей, которую недавно на своем сайте опубликовал про Кировскую область Минздрав Российской Федерации, о том, что по сравнению с 2016 годом, когда к нам приезжало лечиться, получать медицинскую помощь, что-то около 4 тысяч человек, то в прошлом году их было уже 46 тысяч, а в этом году прогнозная цифра по итогам года будет 54, а сейчас уже больше 30 тысяч человек проголосовали ногами за то, чтобы получить лечение в Кировской области. Мне кажется, это очень позитивная новость. А вот эти люди, они едут за удобствами, да, потому что у нас ремонтируются больницы, то есть становится все удобным, или они едут за специалистами, за какими-то узкими? Вы знаете, я бы сказал, что и за тем, и за другим, поскольку как только появляется отремонтированное, скажем так, и оснащенное по самым современным стандартам рабочее место врача, оно сразу же заполняется высококлассным специалистом. Вот, например, как только появляются хорошо оснащенные хирургические боксы, скажем, в нашем центре травматологии и ордопедии, и туда сразу начинают приезжать большее количество людей. Причем они получают помощь за средства ОМС, которые перетекают из других регионов к нам, и нам это дает возможность еще больше ремонтировать больниц и поликлиник, приподнимать зарплату докторам и оснащать самым современным оборудованием в нашей больнице и поликлинике. Это такая улица с двухсторонним движением. Тут можно привести в пример, наверное, наш онкологический центр. Тема онкологии сейчас активно очень поднимается, и в последнее время особенно. Мы встречались с новым главврачом, он в прошлом году был новый главврач, который приехал к нам из Казани. Вот тоже интересно, что из крупнейшего центра российского приехал. Видим, что привлекли уже еще пять специалистов из других регионов. Да, абсолютно из других, из разных регионов. Но для меня было новостью, что ведутся работы по строительству ПЭД-центра в Кирове. Да. Это вам раньше говорили, что это неподъемная вообще история. Это правда, такая работа сейчас идет. И вы абсолютно правы, что она требует привлечения в том числе высококлассных специалистов, которые на сегодняшний день есть только в крупных центрах. Это Москва, Казань, Киров, Санкт-Петербург. И к нам коллеги из этих регионов приезжают. Давайте в двух словах объясним ПЭД-центр. Это что он даст кировским пациентам? Позитронный, иммерсионный, томограф. Это самые современные способы диагностирования, выявления на ранней стадии онкологических заболеваний и применения самых прогрессивных передовых методов лечения. Вот что это даст. Это даст возможность здесь, на месте, не выезжая, так сказать, никуда, получать самую высококвалифицированную помощь, которая на сегодняшний день есть в стране. И люди к нам, опять же, будут приезжать. И вот здесь я, ну, честно говоря, может быть, еще одну тему, так сказать, затронул бы. Это же не только оказание медицинской помощи на высочайшем уровне, когда люди ногами голосуют за то, чтобы приехать в Кировскую область. Они же здесь проживают, как правило, с ними сопровождающие. То есть они покупают билеты, ходят по нашим культурным, так сказать, учреждениям, кинотеатрам, музеям. Это такой вот действительно, помните, мы там пару лет назад говорили, медицинский туризм уже в обычный превращается. Вы мне задавали вопрос, а что это, зачем и почему. Вот сейчас мы уже имеем такой устойчивый поток. Ну, давайте представимся, что 54 тысячи человек, это уже такая армия, которая, знаете, вот еще что очень важно, мы же начали с положительных новостей, которые, получив качественную помощь, возвращаются к себе в регионы и говорят, слушайте, а вятка-то это здорово. Да, но это удивительно было для меня, потому что я знаю, что это очень дорогостоящая история. Вот она сейчас происходит. Я думаю, что этот предмет, на самом деле, отдельного, наверное, в том числе интервью, который, мне кажется, там Курдюмов или специалисты, которые там работают и приехали из других регионов, могли бы очень много интересного рассказать. Но проблема кадров, она ведь остается. Вот покупка дорогостоящего и самого современного оборудования при отсутствии людей, которые могут на нем работать, это проблема. Вы знаете, проблема кадров, она достаточно комплекса стоит перед нами, и не только в медицинской сфере, скажем, в сфере образования. Точно такая же проблема, это старение педагогических коллективов, и необходимо привлекать молодежь. Но мы с вами только что в первом части об этом говорили, что молодежь можно привлечь только на новое, современное, красивое, соответствующие их амбиции уровня образования в рабочее место. Вот в медицине и в образовании это, слава богу, начинает происходить. Мы имеем с вами уникальную ситуацию, таких, в общем, регионов-то достаточно немного. У нас есть профильные вузы медицинские и педагогические, слава богу, в составе Вятского опорного, и сельскохозяйственная, так сказать, академия. И мы готовы готовить специалистов во всех отраслях. Вот то, что касается медицины, очень важно еще, знаете, то, что, скажем, мы занялись цифровизацией несколько лет назад. И сейчас уже один из немногих регионов, который полностью отказался от бумажных карточек. Помните, раньше там нужно было искать ее где-то в картотеке. То есть сейчас ваша такая вот смарт-медицинская карта путешествует по компьютерам, независимо от вас. Мы оснастили все машины скорой помощи, вертолеты санитарной авиацией, все центральные районные больницы, поликлинические учреждения аппаратами для съемок кардиограмм, которые имеют возможность отправить их для анализа лучшим специалистам в облако. Вот это один из путей, когда высококлассные специалисты могут высвобождаться, их количество нужно на самом деле меньше, поскольку человек может в течение дня просматривать из самых разных районов кардиограммы и давать свои заключения. Вот так же по всем узким специалистам. Мы сейчас делаем такую модель здравоохранения, и мы вот в перерыве, честно, я тут секреты не открою, уже с вами там тихонечко ее начали обсуждать, когда, мне кажется, должны появиться совсем современные офисы семейных врачей или врачей общей практики, оснащенные хорошим оборудованием, приборами УЗИ, там, минимальной диагностики, забором анализов, где будут работать квалифицированные медсестры. И уже наблюдая всю семью, так сказать, вот такой врач семейной практики сможет рекомендовать при необходимости поход к узким специалистам. А такие клиникодиагностические центры тоже должны создаваться. И у нас примеры такие уже есть. Вот на улице Строителей детский клиникодиагностический центр, где сосредоточенные узкие специалисты уже появятся. У меня есть вопрос, как раз сейчас пришедший, когда мы обсуждали здравоохранение. Владимир пишет, строительство и ремонт это хорошо, но в курсе ли губернатор, сколько получает средний медперсонал? Владимир утверждает, что ставка чуть больше 7 тысяч рублей, со всеми доплатами получается 12. Знаете, ну я думаю, что если Владимир оставит координаты, мы с ним поговорим. Это один из основных вопросов, который сейчас обсуждается и в правительстве, и на рабочей группах госсовета, каким образом реформировать систему. И вот, наверное, Владимир тоже, если он так внимательно следит, так сказать, за этой ситуацией, обладает информацией о том, что и президент страны большое внимание это уделяет. Там две недели назад буквально было большое совещание по реформированию системы оказания первичной медико-санитарной помощи и по заработным платам, в том числе, не только врачам, но и среднему медицинскому проценту. То есть понимаете, что проблема есть? Проблема есть, совершенно верно. Но при этом эта категория указная, и есть определенные параметры, когда зарплата не должна быть ниже, чем определенный коэффициент по отношению к среднеотраслевой по экономике в Кировской области. Если будет возможность, я бы хотел, чтобы вы мне как-то дали обратную связь с человеком, и мы посмотрим. Если такие нарушения есть, то мы с ними разберемся. Мне тоже хотелось бы озвучить уже вопрос слушателя. Он не про здравоохранение, но, возможно, мы сейчас, вот второй час, будем так прыгать с темы на тему. Это просто вопрос, к которому я тоже присоединяюсь. Насколько реально возродить и поддержать на региональном уровне футбольную команду «Динамо Киров»? Насколько я понимаю, вопрос этот связан с тем, что не так давно правительство выразило готовность поддерживать Кировскую родину. Вот возможно ли это сделать с «Динамо»? Потому что если хоккей – это все равно вид спорта, который требует больших вложений, даже в экипировку, в какое-то оснащение, то футбол – это то, во что можно играть во дворе, в шортах, в кедах. Это, наверное, чуть менее демократичный спорт, чем легкая атлетика, потому что все-таки нужен стадион. Знаете, я вот скажу свое мнение. Мне кажется, что можно и нужно заниматься самыми разными видами спорта, тем более такими массовыми, которые вызывают живот, как в сердцах практически каждого человека, кто является болельщиком, он с таким большинством. Это футбол, хоккей, хоккей с мячом. Но я бы все-таки делал акцент на развитие детского спорта, на воспитание своих кадров и вот на этой основе выращивание своей, может быть, профессиональной команды, которая с самого низа начнет пробиваться, но это будут наши дети, которые с самого детства занялись футболом. И вот давайте подумаем на эту тему. Просто этим детям ведь им же нужно куда-то стремиться, понимать, что они попадут и будут играть за «Динамо» Кирова. Мы точно так же с Родиной несколько времени тому назад приняли решение о том, что там должны играть исключительно наши воспитатели. Не наш путь покупать уже высококлассных игроков, так сказать, и пытаться за счет построенной в другом регионе системы детского спорта выращивать профессиональную команду. Я вот так скажу. Давайте вот если мы на пути, скажем так, вложения денег в детский спорт, воспитание собственных, так сказать, звезд, перейдем к тому, что нам необходимо поддержать спортивную команду и создать инфраструктуру, потому что нужен действительно стадион. Современный, хороший стадион, конечно. Современный, хороший стадион, куда придут болельщики, смогут пообщаться с друг с другом, я не знаю, покричать, поорать, выпустить парк и увидеть воспитанников наших спортивных школ, которые будут побеждать команды из других регионов. У нас есть телефонный звонок 211-101, номер телефона прямого эфира. Нужно надеть наушники, чтобы не услышать. Алло, добрый день. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Наталья. Добрый день. Я являюсь дольщиком жилого комплекса «Семейный» по улице Пугачева, 29А. И хотела бы знать, когда вы перережете хотя бы одну венту такого долгостроя? Спасибо вам за меня. Наталья, я вижу, что Наталья очень волновалась, видимо, записала и прочитала по бумажке свой вопрос. Я понимаю, что острый вопрос, но вы, пожалуйста, Наталья, оставьте свои координаты и данные, чтобы можно было с вами встречаться. Вопрос подольщикам. Ну, я вот, Наталья, наверное, действительно абсолютно благодарен за то, что она этот вопрос поднимает, не как бы набрала смелости, позвонила. Работа губернатора заключается, конечно, Наталья, не только в перерезании ленточек, хотя без этого, наверное, тоже обойтись невозможно, потому что вы совершенно правы, мы вводим новые социальные объекты и делаем это исключительно для людей, не для себя. Огромное внимание мы в правительстве уделяем решению проблем дольщиков. Целый ряд, так сказать, объектов были введены в прошлом году и будут введены в ближайшее время благодаря тому, что был принят целый ряд региональных законов, которые позволили выделять без конкурса земельные участки и строителям заходить на недостроенные объекты, вводить их в строй и выдавать ключи жителям. Большая работа проводится по переселению из ветхого аварийного жилья. Прямо 21-го числа, кстати, вот отвечая на ваш вопрос, ну, в вашей терминологии будем перерезать ленточки в Вятских полянах. Хорошие, красивые, так сказать, получились дома, большое количество людей из ветхого аварийного жилья переедут в современные квартиры. Я не готов сейчас, наверное, это было бы неправильно сказать. Конкретно по Пугачеву. Но мы обязательно вам ответ дадим. Все дольщики, известные нам на перечет, и не только те, которые стоят на учете, так сказать, официально, а и те, которые, скажем, попались на мошеннических схемах, когда квартиры продавались там несколько раз, два-три раза, так сказать, и люди не имеют никакой судебной перспективы для того, чтобы получить их законно. Вот это все известно, все понятно, и большая работа правительством и министерством строительства вместе с городом, вместе с муниципальным образованием, она, поверьте мне, так сказать, проходит. Сейчас принято решение о том, что долевое строительство с 1 июля этого года уже невозможно. Все схемы, которые существовали, они отменены. Теперь строители могут продавать исключительно готовое жилье. Я надеюсь, что больше таких средств возникать не будет. А в ближайшее время, ну вот по тому адресу, который называли, я думаю, что мы сейчас дадим поручение и выехать. Надо выехать на место, может быть, разобраться. Ну, коллеги просто доведут информацию. Она вся есть, никакого секрета в этом нет. Примем еще один звонок? Конечно. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Татьяна Михайловна. Очень приятно вас слышать, так сказать. Мы рады, что вы у нас стали почти кировчанином. Решайте наши вопросы. Ну, вот как живете здесь, так сказать. Это хорошо. Вы, как бы, не знаю, что вы приезжаете, а вы, так сказать, к городу относитесь с уважением. Это очень приятно. И вопрос у меня по поводу реконструкции в 2020 году Гагаринского парка. Я считаю, что это вот объект культурного наследия, как бы, несмотря на то, что, может быть, он и не внесен в эти списки, но он, во всяком случае, заслуживает этого. Он находится в центре города. Он очень старый. Он построен в 19 веке. То есть вокруг церкви, которой сейчас нет. Ну и далее. Выполняет много бежевства функций. Что мы хотим? Мы, значит, я от своего имени ищу, от имени своих жителей, там, соседей, говорю на эту тему. Значит, мне кажется, когда мы видели на сайте проект реконструкции парка, мне кажется, что там нужно несколько изменить приоритеты внутри сметы. Потому что большая часть средств в парке нужно потратить на посадку молодых деревьев. Причем не тех прутиков, которые в течение какого-то времени были посажены, не все погибли. Елки какие-то, еще прутики. Все это мертвое. Можете вот приехать, посмотреть, парк сейчас совершенно чудесный. Ну, просто великолепный за всей своей красе. И поэтому нужно там подсадить крупные молодые деревья. Причем там двухметровые, там, толщиной с руку, хороших пород. Там, липы, клены, сирень, яблони. Потому что, если вы там будете или были, вы знаете, что на олех парка высажены цветущие деревья. Там нынче такой урожай груш, просто на земле лежат груши. Ну, представляете, где еще? Вот в России. Очень мало таких парков осталось. Да, Татьяна Михайловна, Татьяна Михайловна, спасибо. Просто всего возраста. Вопрос понятен. Татьяна Михайловна, вот у меня какое предложение? Сегодня запланирован, как раз сразу после эфира у нас с руководством города объезд и министерством ЖКХ объезд дворовых территорий и парковых, которые включены в программу благоустройства городской среды. Давайте мы, я прямо сейчас поручение своим коллегам даю, мы заедем с ними и посмотрим, что там есть. Если по времени мы с вами сможем сейчас согласовать, может быть, даже здорово, если бы вы подошли и какие-то свои соображения. Да, Татьяна Михайловна на месте сказали. Вы тогда телефончик оставьте прямо сейчас, да, мы его где-то в течение часа-полутора туда поедем. Я там все скажу, у меня масса таких разумных предложений. Договорились? Все, отлично. То есть Татьяна Михайловна сказала, что она оставила свой телефон. Погода хорошая, если подойдете, я был бы вам благодарен. Прямо в парке встретимся, после эфира, после эфира. В течение часа-полутора. По поводу благоустройства у нас вот еще был вопрос тоже о слушателе по благоустройству паркового дворца пионеров. То есть там как... Это областная территория. Да, территория областная. Там сейчас вводится в строй спортивный объект, который строит компания железно. Разрабатывается проект реконструкции парка. Там есть, конечно, вопросы и к дорожкам, и к плиткам, которые прикрывают, и к входам. Все это будем смотреть и делать это на контроле. У меня просто, знаете, я сейчас недалеко там живу, и там поставили скамейки со стороны одного из тротуаров. Но получается, что скамейки поставили лицом к парку, а взгляд упирается в этот ржавый старый металлический забор. Наверное, возможно, стоило бы этого забор на воду. Я вообще... Я извиняюсь, я вот такой пример приведу. Мы... Когда только занялись там два года назад программой безопасной и качественной автомобильной дороги... Комфортная городская среда. Комфортная городская среда. Приехал руководитель дорожного агентства Российской Федерации. Мы с ним стоим на замечательной улице, которую вот вроде бы сделали, так сказать, да. Вот поднимаем глаза от дороги и видим столбы не очень ровно стоящиеся, плохо покрашенные, так сказать, ограждения, фасады, освещение, деревья некранированные. Въезды во дворы. То есть вот все это понимаем, так сказать. Это, конечно, требует решения. И хотелось бы комплексных решений. Когда человек выйдя из подъезда, так сказать, да, знал бы, что рядом есть красивый парк, где учтены его, так сказать, мнения в том, как он должен быть благоустроен. Принадлежащие определенным организациям столбы должны стоять ровно, аккуратно покрашенные, да, и нести себе позитивную социальную рекламу. Фасады отремонтировать, крыши привести в порядок. Такая задача перед нами стоит. И я думаю, что вот такой комплексный подход позволит как раз увидеть изменения, ну, на него не отдельные, точечные, да. Вот мы же дома так не делаем. Поклеили одну полоску обоев, так сказать, да, а другую там шкафом закрыли. Так и здесь. Нужно... Я хотела, да, просто уточнить по парку Дворца пионеров, да, если мы говорим о благоустройстве, это история только про правительство, там, про региональные вложения, или к этому будет привлекаться застройщик? Вот, если вы хотите узнать мое мнение, да, то я бы привлекал и застройщиков в том числе. Потому что мы с вами в первой части об этом говорили. Это все-таки комплексно, освоение... Вот мы не говорим застройка, нам ни в коем случае нельзя в мемориальных парках, вообще в каких-то парках допускать строительство жилья, каких бы то ни было, так сказать, объектов, да. Но привлекать застройщиков, которые строят вокруг, скажем так, жилье, и заинтересованы в том, чтобы жители имели хорошие прогулочные зоны для велосипедов, зимой лыж, так сказать, выгулу собак, в том числе цивилизованного, так сказать, да, когда это не вызывает никаких вопросов. Почему нет? Такая же понятная история. Мы сейчас примем еще один телефонный звонок, уйдем на перерыв и будем зачитывать вопросы, которые пришли в наши соцсети. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, и говорите. Зовут меня Мохин Николай Валентинович. Я хочу обратиться к губернатору с такой просьбой, чтобы в преддверии знаменательной дати 75-я победы смогли как-то с вашей помощью помочь моим землякам. Подосиновский район, село Заречье, отремонтировать памятник. Денежские собрали они, а на площадке никто не торговался, то есть не нашлось тех организаций, частных лиц, которые помогли это сделать. В настоящее время в подвешенном состоянии боятся, что не успеют 9 мая. Есть какие-то другие способы, может быть, с помощью областного правительства. Николай Валентинович, вы подрядчика не нашли? Деньги собрали подрядчика? Да, они не нашли подрядчика. Это была площадка, это аукцион. Но никто не заявился, не захотел, невыгодно. Ну, Николай Валентинович, услышали? Такие способы существуют. Спасибо. Смотрите, способы существуют очень простые. Мне кажется, что давайте все-таки для себя, по крайней мере, решим, что такие даты, как 9 мая и слово «выгодно», они вообще несовместимы. Мы поговорим с потенциальными подрядчиками, и все меры к тому, чтобы это было сделано, примем. Есть вещи, которые нельзя мерить, так сказать, деньгами или с ее минутной выгодой. Да, у нас еще есть две минуты. Задаем тогда вопросы, которые пришли к нам в соцсети. От коллеги спрашивают наши смешники. За два прошедших года практически полностью изменился состав правительства региона. Сейчас остались самые стойкие или наиболее эффективные управленцы? Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что если даже задать вопрос вам, а что изменилось в редакции за два года? Много чего. Совершенно верно. Точно так же и в правительстве. Меняются цели, задачи, люди уходят на повышение, уходят в коммерческие структуры. У нас, допустим, один из примеров, Максим Кочетков, который был моим замом, пришел из Министерства промышленности и торговли, занимался промышленной политикой, возглавлял теперь торговое представительство России в Казахстане. Это один из наших крупнейших торговых партнеров. По-моему, это совершенно очевидный рост. Он уже, кстати, нам чем-нибудь помогает? Он помогает тем, что он уже возглавляет, так сказать, эту штуку. И там недавно была выставка, я знаю, что они активно там общались с нашими промышленниками. У нас есть связи с Казахстаном, торговая. Поэтому я бы, допустим, совершенно спокойно относился к тому, что и дальше будут происходить изменения. Вот пришел Царь Городцев, мы сегодня об этом говорили, человек профессиональный, пришел из частного бизнеса, так сказать, решив, что нужно проявить себя и на государственной службе. Это абсолютно нормальное, так сказать, явление. Ничего в этом страшного нет. А заинтересованы мы в том, конечно, чтобы оставались самые эффективные и стойкие, как ни странно, потому что государственная служба – дело не самое простое. Пререживаемся на полтора минуты и продолжим наш разговор с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Вы сможете, слушатели, звонить по телефону 211-101. Прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Сейчас в эфире нашей радиостанции. Дарья Топузеева и Светлана Заньков в студии. 211-101 номер телефона прямого эфира. У нас есть телефонный звонок, примем его. Алло, добрый день, представьтесь, пожалуйста. И задавайте свой вопрос. Светлана, добрый день. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Вопрос один. Сейчас вышел в обсуждение, говорили про детский спорт. Попрошу один, если можно, комментарий сходу, если нет, то разобраться с ситуацией. У нас дети занимались хоккеем. 12-й год в Дымке. Буквально неделю назад нам объявили о том, что льда не хватает. Поэтому бесплатные занятия невозможны. Пожалуйста, переходите к платному тренеру. Ну, а в кавуарах там говорится о том, что лед отдан на другие цели. А на какие? Ну, не буду комментировать в эфире. Ну, мы вас не знаем. Вы прокомментируете. Что вы знаете про это? Говорят, что лед с 7 до 8 отдан не детям, не спорту два раза в неделю. А куда он может быть? Мы вынуждены заниматься на льду, где сразу занимаются три группы. Ну, Дмитрий, давайте так. Либо вы как-то вот прям по-честному. Кто там? Что значит? Лед не спортивные цели. Что там? Не знаю. Коктейли, уделоги там, сверху, рыбу. Еще раз поясню. Значит, год назад были бесплатные занятия. Дети хорошо подросли. Ледом прошли все лагеря спортивные. В этом году из-за того, что часов не хватает, вынуждены заниматься в платной группе, вынуждены заниматься на льду, где не хватает места. Поэтому большая просьба, если можно. Нет, вы просто начали с того, что отдали на неспортивные цели непонятно кому. Если вы знаете, кому и что за цели, скажите. Я получу письменный ответ от руководства Дымки. И если можно, этот письменный ответ. Все, хорошо, давайте тогда письменный ответ направьте, а мы посмотрим. И свои контактные данные, чтобы разобраться. Потому что, на мой взгляд, и мы об этом только что говорили, что у нас абсолютный приоритет, это детский спорт и бесплатные занятия. И если там кто-то в три часа ночи хочет поиграть, там не дети, пожалуйста, а детям приоритет совершенный. Поэтому давайте-ка ответ, письмо и разберемся. Еще один вопрос, который пришел в наши соцсети. Здравствуйте, Игорь Владимирович. Я живу в Кирове. Появилось много торговых сетей. Красная, белая, пятерочка, магнит, брестоль. В них почему-то наших кировских товаров ход наплакал. Как я понимаю, все эти сети налоги в Кировской области не платят. А кировские товары, это деньги в бюджет и деньги казны, которые вы командуете. То есть то, что кировчан в торговых сетях нету или очень мало для бюджета Кировской области, очень плохо, мне кажется. Как вы собираетесь решать эту проблему? Какой правильный вопрос и как верно расставлены акценты. Конечно, нам нужно добиваться того, чтобы в торговых сетях, которые приходят в Кировскую область, не только в Киров, а и в муниципалитеты, была доля товаров, произведенных здесь, достаточно высокая. Логистические центры крупных компаний «Пятерочки», «Магниты» должны работать не только на привоз товара из других регионов продажи в сети, но и на то, чтобы забирать наши товары. Это и, там, не знаю, так сказать, с Вятича, пиво, там, с молочного комбината, продукты различные, там, с мясокомбината. Вот мы в этом заинтересованы, мы регулярно встречаемся. К сожалению, есть определенные ограничения, которые не позволяют добиться этого в лоб, но мы большую, серьезную работу по, скажем так, принуждению к миру, так сказать, торговых сетей ведем. Я думаю, что в ближайшее время эти результаты уже должны будут появиться. Потому что вы очень правильно ставите акцент. В Кирове должно иметь право продаваться кировские качественные товары. В сетях не только наших, таких как «Глобус» или «Потребкооперация», но и в тех, кто приходит из других регионов. «Пятерочка», «Магнит», «Красное-белое», «Бристоль», вы все верно отметите. А вот, на Ваш взгляд, соотношение привозного товара и кировского вот в этих федеральных сетях, оно примерно какое должно быть, чтобы и нашему вашему? Вы знаете, если я сейчас скажу свое мнение, все-таки, оно, ну, мы руководствуемся законом, так сказать, да. Поскольку это все-таки частный бизнес, так сказать, да, я могу высказать мнение как частного потребителя. Человек, пришедший в магазин, должен увидеть отдельное место, отдельные полки, где продаются кировские товары. И сам за это проголосовать, купить что-то привозное или кировское. Ну, это должно быть видно, ясно, понятно и на необременительных условиях для наших производителей размещение в торговых сетях. Ну, и с другой стороны, это же переговорный процесс. Совершенно верно. Сети, когда заходят, они должны показывать свою позицию по отношению к региону. Заходят, есть еще очень много вопросов, которые, я думаю, волнуют граждан. Прежде всего, это открытие магазинов, которые еще, не дай бог, алкоголем торгуют в помещениях, переведенных из жилого фонда. Мне кажется, вот с этим надо в первую очередь разбираться, потому что это огромные неудобства и даже такая вот полукриминальная всегда ситуация вокруг, которая складывается. Вот здесь нам надо правила пересмотреть. Да, я хочу воспользоваться своим служебным положением и попросить вас, Игорь Владимирович, помочь нам организовать эфир большой с представителями сетей здесь, чтобы обсудить с ними их позиции. Приглашайте, я тоже с удовольствием приду. Спасибо. Еще один вопрос, который пришел заранее, когда мы анонсировали прямую линию с губернатором Кировской области, звучит он следующим образом. Со стороны кажется, что именно губернатор высказал решающее мнение о том, что не нужно принимать новую маршрутную схему. Это так, как губернатор считает? Его решение было исполнено или к этому все шло? Как пришел к выводу о том, что не стоит такую схему принимать? Читает ли это, что хорошо или плохо? А у меня вообще дополнительный вопрос. Это действительно была отмена работы над транспортной схемой или что-то другое? Я бы не сказал, что отмена, просто все должно делаться в свое время. Мне кажется, сначала нужно проработать вопросы закупки нового качественного транспорта, который был бы оборудован летом кондиционерами, зимой теплыми печками, низкопольные, удобные для инвалидов, для мам с двумя-тремя детьми, для пожилых людей. И после этого должны проработаться маршруты в новые микрорайоны. И дальше, знаете, мы немножко иногда, мне кажется, слова общественные слушания чуть-чуть подменяем. Мы все время хотим людям объяснить, как будет, забывая спросить, а как бы им хотелось и как было бы правильно с их точки зрения. Мне кажется, что какая-то часть работы здесь была не сделана, но это не означает, что мы вообще должны забыть об изменениях в этой сфере. Ни в коем случае. Но это должна быть более серьезная работа и гораздо в большей степени учитывающая мнение граждан. То есть это не отмена, а корректировка, а работа продолжится? Но в другом стиле и другим способом. И ни в коем случае я свое мнение высказал, рад, что оно было услышано. Надеюсь, что оно совпало с мнением большинства жителей региона. О том, что новая транспортная схема должна стать комфортнее и удобнее, а не создавать людям неудобства и массу вопросов, на которые не было ответа. Ваше личное мнение, все-таки приоритетом в городе кто или что должно быть, если мы сравниваем пешеходов, общественный транспорт, личный автомобиль? Комфортная транспортная доступность пешеходам, личным автомобилям, общественным транспортом. Я сейчас не подбирал, в каком порядке слова сказать, но мне кажется, знаете, я приведу просто цифры. У нас живет 500 с небольшим тысяч жителей. Ну, если брать агломерацию, там, Слободской и Кирово-Чепецк, то это порядка, там, 690-700 тысяч. А за год автотранспортное городское предприятие перевозит более 150 миллионов человек. Ну, выбор, по-моему, очевиден, да? Конечно, в пользу общественного транспорта и пешеходов. Еще один вопрос, который вот сейчас буквально пришел, это по поликлинике в Чистых Прудах, когда построят полноценную поликлинику большую? Когда построят полноценную поликлинику большую. Боюсь ошибиться, так сказать, в датах, и не хочу конкретно называть. Мы попросим оставить данные, чтобы можно было... Школа-то новая появится уже, наверное, в следующем году, с 1 сентября уже все ее там видят. Еще раз вернусь к чему, что комплексное освоение территории. Невозможно строить жилье без строительства опережающими темпами детского сада, поликлиники взрослой детской, школы. И не надо забывать еще о таких вещах, как отделение милиции в обязательном порядке, ну и много-много чего еще. То есть нужно оставить свои данные, чтобы получить полноценную полную полную... Давайте, да, конечно, получим это. У меня есть один вопрос, и у тебя есть один вопрос. Ну, давай. У меня совершенно неожиданный вопрос, будет ли в регионе какая-то региональная программа по проблеме безнадзорных животных. Я так понимаю, речь идет о чем-то подобном в Москве, где решили чипировать, стерилизовать всех бездомных животных, чтобы они были на контроле все. Ну, можно я так очень корректно скажу, как давно пора. Этим нужно заниматься, нужно заниматься системно. И опять же, что скажу, есть очень много неравнодушных граждан, которые сейчас этой проблемой занимаются, озабочены. Вот они носители, собственно говоря, компетенции. Давайте тоже учтем мнение. То есть здесь... Появится, появится 100%, это очень-очень важная вещь. Мы всегда в ответе за тех, кого приручили. И там, знаете, безобразные вещи происходят, когда берут кошечку или собачку на летний период, там вывозят, потом с дачи возвращаются, а животных бросают. Так делать нельзя. И вообще всех хотел бы призвать по возможности, еще раз по возможности. Взять бы домой без призорника собачку из приюта, это здорово. И последний вопрос, который мы успеем задать в этом эфире, он касается нашей отрасли. В недавнем интервью генеральный директор Инмедиа Роман Данилин, наш большой шеф, он сказал, что не видит смерти газет. И в связи с этим действительно вопрос. Вы читаете печатную прессу или отдаете предпочтение интернету? Ну, вы знаете, а ведь интернет это тоже печатная пресса. Только другой способ отражения информации. Есть книга, а есть там планшет. А взять в руки газету? С удовольствием. А как же пошуршать, посмотреть, развернуть? Это в обязательном порядке. А какие СМИ вы предпочитаете? Что вы просматриваете утром, вот сейчас? Вот вы пришли... Деловую прессу или что-то, наоборот, развлекательное? Не-не-не, по-разному, так сказать. И деловую, и развлекательную, конечно, и в течение дня, так сказать, посмотреть. Я не буду сейчас делать рекламу никакому изданию, так сказать. Я очень внимательно, кстати, читаю комментарии. Понимаю, что они, ну, иногда, так сказать, там заряжены на определенный, так сказать, вызов эмоций. Но мне кажется, это все-таки тоже отражение мнения, так сказать, читателей. Поэтому давайте так. Вот мне кажется, да, что там способ отражения информации, это чуть другое, так сказать. А пресса, она всегда была, есть и будет. И самое главное, чтобы она была критически настроена, но при этом объективна. Потому что, ну, как иначе обратную связь-то получать. Закончилось время нашего эфира. Это была прямая линия с губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Мы продолжим беседу в таком формате. Спасибо, Игорь Владимирович, что пришли к нам. В студии работали Дарья Пузырева и Светлана Занькова. До свидания. Продолжение следует...